Акции Intel плюс 15% за 4 месяца на публичном прогнозе. Что дальше? Приветствую вас, меня зовут Александр Иванов, я автор проекта Финсоветник. Обсуждаем акции Intel. Подчеркну, что вновь мы отвечаем на ваши пожелания по темам видео, которые можно оставлять в комментариях. Вот вчерашнее видео, здесь поступило 45 комментариев и вкратце посмотрим, какие запросы были наиболее популярными. 22 лайка на мейл, на следующей неделе постараемся сделать обзор. Самый популярный запрос про сургут нефтегаз, привилегированные. На выходных планируется видео на эту тему. И еще очень популярным был запрос на мейл. 18 лайков и может быть даже завтра мы с вами разберем акции мейл. На сегодня я выбрал другой запрос, это запрос на разбор акций Intel. Он собрал всего лишь парочку лайков, однако акции Intel на этой неделе явно под влиянием новостного фона. Кроме того, мы по акциям Intel ранее уже записывали прогноз. И полезно не только новые прогнозы какие-то давать, но и периодически проверять результативность старых, чтобы понять, как они заходят или не заходят. Итак, обсуждаем акции компании Intel и здесь что произошло. Вышли новости, это было вчера, новости о том, что компания Intel поменяет генерального директора. Вообще, новости о смене генерального директора публичной компании обычно сильно влияют на акции. Однако, заранее вы не можете сказать, в плюс они повлияют или в минус, зависит от того, кого на кого меняют. И в том числе от оценок инвесторов, хорошим ли был текущий генеральный директор или наоборот он был плохим. И в зависимости от этого они могут сходить как вверх, так и вниз. Акции Intel, которые стоили еще позавчера в районе 50 долларов, 52 долларов, вчера подлетали до 60 долларов. То есть рынок очень позитивно воспринял новости о смене генерального директора компании Intel. Отметим, что контрпримера, когда смена Gendira на акции негативно влияла, можно вспомнить, например, по акциям Kiwi такое было. Там замена Salonino на нового генерального директора повлекла с собой снижение акций. Но в случае с компанией Intel были наоборот ожидания инвесторов, что текущий генеральный директор не очень хорошо справляется с своими обязанностями. И замена его может наоборот приободрить компанию. На этом акции выросли. Отметим, что мы в сентябре записывали видео про акции компании Intel. И тогда заголовок был, оправятся ли акции после падения на 20%. Общая идея была в том, что на наш взгляд вполне себе оправятся. И мы констатируем, что тогда, как видите, акции стоили 50 долларов с небольшим. Сейчас они 59, то есть формально рост составил порядка 18%. Там еще и дивиденды были по дороге. Но вот лично я зафиксировал по позиции. Я продал эти акции вчера. Я зафиксировал плюс 17%, что, согласитесь, в долларах менее чем за полгода является отличным таким вот результатом. Поясню, почему я на фоне этих новостей решил зафиксироваться по Intel. Сама компания Intel мне по-прежнему очень нравится. И мы с вами в прошлом видео, да, вот оно было почти 10 минутным, обсуждали, что вроде как компания более-менее стабильная. Есть определенные проблемы с конкурентами, но нет ничего критичного. А сама компания дешево оценивается плюс-минус в 10 годовых прибыли. Это очень дешево для технологической компании. Плюс еще и дивиденды они платят. Дивиденды последние годы у них только поднимались. И в том числе там за десятилетия выросли в два раза. И это тоже очень круто. Да, для технологических компаний дивидендная доходность 2,5% это хорошо. Для других компаний, да, это может быть и маловато. Для технологических компаний сам факт наличия дивидендов это уже хорошо. А 2,5% это совсем приятно. Почему, тем не менее, при таком хорошем бизнесе компонентал я решил продать эти акции? Потому что я просто заметил по истории котировок и по движениям акций за последние пару лет, что акции очень чувствительно реагируют на новости. И часто здесь возникает, ну, такая вот излишняя реакция. На английском языке есть слово overreaction. Да, вот чересчур сильно они реагируют на новости. То есть на позитивных новостях растут сильнее, чем размер позитивной новости. На негативных падут сильнее, чем размер негативной новости. Собственно, вот этот вход-то по Intel'у когда был? Когда акции обвалились на 20% на новостях, что у них там какие-то задержки с производством, там каких-то там чипов, микропроцессоров. Ну, в общем-то, мы обсуждали в прошлом видео, что это, конечно, новость негативная. Но не в пятую часть капитализации должна оцениваться эта новость. Да, там не пятая часть компании такого технологического гиганта с очень стабильным и брендом, и бизнесом. Так и сейчас акции, по сути, за последние несколько дней подлетели, ну, да, почти на 20%. Новость о смене Gendira не должна так дорого оцениваться, потому что они его только поменяли. А представьте, сколько времени должно уйти у нового генерального директора для того, чтобы перестроить под себя бизнес-процессы и для того, чтобы как раз нивелировать отставание у компании, которая возникла в предыдущие пару лет и на котором эти акции как раз вот так вот падали. Таким образом, на мой взгляд, вот текущая смена Gendira, это, конечно, хорошая новость, но не на 20% плюс она должна оцениваться. Если бы акции, скажем, на 5 на 10 выросли, я бы их продолжил держать. Когда я увидел, что они выросли почти на 20, я понял, что пора продавать и продал эти акции, зафиксировав прибыль. Кроме того, отметим, что, во-первых, акции компании Intel, опять же, да, вот эта повестка новостная, что там они от кого-то отстают, там от AMD, от прочих, она никуда не делась и, опять же, любая новость, что они опять отстают, может повлечь снижение акций. А мы только за последний год, посмотрите, сколько раз видели падение акций Intel. Раз, но это стандартное весеннее падение вместе со всем рынком. Затем вот здесь было летом падение, когда рынок не падал, акции Intel упали и еще осенью было падение. То есть три падения за год было, после этого каждый раз акции восстанавливались, но я решил, что лучше давайте они еще раз упадут и я еще раз их приобрету. Ну, то есть, опять же, в районе примерно 50 долларов за акцию, плюс еще отметим, что американский рынок находится на максимуме всех времен. Давно здесь не было коррекции, видите, месячные свечки, здесь видно, что зелененькие идут, а вот красненьких как раз где-то с осени не было. Я надеюсь, что красненькие будут, что Intel еще раз будет по 50 и еще раз можно будет в этот стабильный и хороший бизнес вложиться по хорошим ценам. Надеюсь, это видео было для вас полезным, если вы на нас давно подписаны, то и прибыльно, потому что мы в сентябре делали обзор, что акции Intel как раз вот могут вырасти. Вот, если вас интересуют наши платные сервисы, то есть вас интересуют, например, мои действия в портфеле, что я покупаю, продаю, есть у нас такая рассылка с сайт с аналитикой. И вот здесь в разделе сообщества можно посмотреть, можно купить отдельную подписку, можно вместе с курсами по инвестициям. Лайк, подписка, комментарий, колокольчик, буду в любом случае вам за это признателен. Желаю вам успешных инвестиций.